Ну на самом деле компания действительно очень интересная и если бы мы спросили вот сегодня Хиллари или Трампа, кто лидирует, то вот честно говоря, они бы затруднились с ответом на этот вопрос. Ну конечно на камеру бы сказали, я впереди, вот вам социология. Но дело в том, что в этой компании на социологию невозможно ориентироваться в принципе. Вот я свежие цифры принес, ты спросил, кто лидирует. Ну окей, есть социология, к примеру, есть ABC News, они сегодня посчитали, что вот у Хиллари оторвалась от Трампа на 3%, у нее 47%, а у Трампа 44%. В это же время точно такой же опрос проводит Los Angeles Times, так они говорят, нет, тут Трамп лидирует, лидирует на 5%, у него 47,5%, а у Хиллари соответственно 42,5%. Ну разумеется, у зрителей, у гостей в студии тут же возникает вопрос, знаете, такой украинский классический, ну а кто мухлюет, кто не прав. Дело в том, что правы и неправы, все одновременно, очень сильно эти цифры зависят от того, как считать, как задавать вопрос, предлагают ли людям выбрать из Хиллари или Трампа, или дают список из всех кандидатов. Давайте не забывать, там будут еще независимые. Я веду к тому, что в этой кампании на цифры, на рейтинги, которые так часто приводят украинские СМИ, которые явно и твои гости сейчас будут обсуждать, ориентироваться невозможно в принципе. Ну и давайте не забывать, что Соединенные Штаты это как раз та страна, где можно выиграть по цифрам, выиграть по количеству голосов, которые за тебя отдали избиратели, но не стать президентом, потому что ты не в правильных штатах победил. Ну вот сегодня, кстати, говорил с политологами, тоже мне сказали, есть такая возможность, что Трамп, допустим, может и победить по количеству голосов, но все-таки не набрать количество голосов выборщиков. Суммируя, хочу сказать, что все-таки давайте не ориентироваться на цифры рейтингов и давайте не ориентироваться на те мелкие события, которым здесь в Украине придают такое внимание. Ну вот знаете, мне наша редакторская группа тоже на днях прислала, мол, о боже, какое событие, обрати внимание, Трамп сказал о том, что он уже приглашает гостей на мероприятия по случаю своей победы. Давайте понимать, что это Америка, и Трамп уже приглашает гостей на мероприятия по случаю победы, и Хиллари уже организовала и проплатила, что самое интересное, фейерверк над Гудзоном. Делают они только это потому, что, ну это Америка, даже если ты кандидат в президенты, нужно все делать заранее. В крайнем случае назовет этот фейерверк печальным и слезами после поражения. Дим, второй у меня вопрос, мы обязательно про выборы, и будем еще с тобой очень детально об этом говорить в подробностях недели. В воскресенье, это я для зрителей анонс такой делаю. Дим, другой мой вопрос, украинские эксперты уже, ну просто-таки с пеной у рта, они первый месяц, если не год, спорят, кто для Америки лучше, ой, кто для Украины и из американских президентов лучше. У меня такой вопрос, насколько справедлива такая постановка вопроса, насколько меняется американская политика с приходом нового кабинета в Белый дом? Леш, ты тут прав абсолютно, так вопрос ставить невозможно абсолютно, потому что вот эти месяцы, в принципе, всю предвыборную гонку я в Соединенных Штатах общаюсь со многими людьми, в том числе и с журналистами, которые работают в пуле кандидатов в президенты, с ними делится информацией. Я могу сказать абсолютно достоверно, что в принципе так вопрос ставить нельзя, только потому, что давайте понимать, что президент это действительно человек, который определяет, ну и новый президент будет определять внешнюю политику. Президент это человек, от которого зависит решение, к примеру, дадут ли Украине летальное оружие, но тем не менее. Давайте вот честно говорить, что что при Трампе, что при Хиллари, как не будут закрывать глаза на то, что Украина обещает реформы и не выполняет свои обещания, это будет происходить. Что при Трампе, что при Хиллари, и госсекретарь, и госдеп, что при республиканцах, что при демократах, как будет требовать от Украины борьбы с коррупцией, так и будет происходить то же самое, что происходило сейчас. С другой стороны, тут тоже важно об этом говорить, вот в Америке есть такая государственная машина, кто водит, тот меня поймет. Знаете, когда ты ведешь на скользкой дороге, и вдруг у тебя колеса заносят, то включается антипобуксовочная система, ну где колеса подправит, новые модели уже и руль тебе подправит. То же самое здесь, американская государственная машина это такая антипобуксовочная система. Если тот, кто у руля, если президент слишком резко крутит руль, то Конгресс это все достаточно сильно так сдерживает. И вот сейчас есть и на рассмотрении Конгресса так называемый Act of Standing of Support, документ, который не позволит новому президенту, кто бы им ни стал, Трамп или Хиллари, отменять санкции против России, если на то не даст согласие Конгресс. И то же самое бюджет, в том числе и военный бюджет, помощь Украине, все это рассматривается в Конгрессе. Поэтому, конечно, да, мы будем присматриваться к тому, но это действительно важно. Многое в Америке изменится, многое, но не все.